Я ему позвоню, на всякий случай. Я вижу его. Да? Дмитрий Сергеевич, ты на связи? Да, я здесь, да. А, замечательно. А я уж разволновался. В таком случае, кворум присутствует в наличии. В принципе, мы можем начинать. Василий, готов? Здравствуйте, да, я готов. Здравствуй, да, очень хорошо. Тогда, Дмитрий Сергеевич, все-таки в этом, в заученном варианте, ты лучше, чем я, чувствуешь себя. Дмитрий Сергеевич, если можно, ты начинай банковать. Хорошо? Алло? Алло, алло? То ли я пропал, то ли что? Я вас слышу. И я слышу, все нормально. Дмитрий Сергеевич. Он, видимо, отошел или что с ним? Тогда, возможно, я начну, чтобы не тянуть. Я думал, что он уже на месте и все в порядке. Значит, дорогие уважаемые друзья, сегодня мы заслушаем доклад под названием, приведенным на слайде, который предлагался в качестве названия диссертации, но сегодня возникли некоторые соображения по поводу названия, мы его обсудим в конце. Поэтому прошу внимательно слушать содержание. Докладывает Дужин Василий Сергеевич, грядущий соискатель ученой степени, кандидата физмат-наук. Ну, и я думаю, все остальное, все детали мы обсудим после того, как Василий выступит. Где-то в районе получаса ты будешь, минут 45. Ну, наверное, минут 40. Да, хорошо. Тогда слушаем тебя. Спасибо большое, Леонид Антонович. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. В общем, данный доклад будет посвящен такому важному комбинаторному объекту, как диаграммы и таблицы Юнга. Диаграммы и таблицы Юнга применяются в самых различных областях науки. Здесь переведены некоторые примеры. В частности, можно назвать теорию представлений, когда можно вспомнить статьи Вершика и Кера, первое, изучение центральных мер, неприводимых представлений симметрической группы, статистическая физика, квантовая механика. В частности, это трехмерная модель Изинга. Здесь приведена ссылка на статью, в которой исследовалось рост трехмерных кристаллов, которые моделируются с помощью роста трехмерных диаграмм Юнга, моделей Гизенберга и другие модели. Можно назвать интегрируемые системы, значит, построение исследования точных решений интегрируемых систем и специальных уравнений, построение бисквитных моделей и другие задачи. Ну и другой пример – это телекоммуникационные сети. Вот здесь приведена ссылка на диссертационную работу Поповой 2001 года, где в том числе диаграмм Юнга исследовалась нагрузка каналов в сетях связи. Но существуют и другие приложения. Значит, теперь по поводу цели исследования данной работы. Цель состоит в разработке и эффективной реализации алгоритмов, которые позволили бы работать с двумерными и трехмерными диаграммами таблицами Юнга больших размеров, также с марковскими процессами на графах Юнга-Шура. И также должны быть реализованы некоторые преобразования над таблицами, в частности, преобразование Робинсона-Шанса-Дек-Нута и преобразование Шуцинберже некоторыми приложениями. Ну и с помощью разработанного метода необходимо провести ряд численных экспериментов, которые, в частности, позволяют исследовать динамику многочастичной модели ТАСЕП, о которой шла речь еще в статье роста 80-х годов, которая связана с процессом Ричерцена на двумерном графе Юнга. Также необходимо построить последовательности диаграмм Юнга с большими максимальными размерностями. Для этого используется аппарат жадных последовательностей. Все эти последовательности интересны сами по себе, поэтому изучить их свойства – это тоже одна из задач. Другая задача – это построение генератора случайных таблиц Юнга. Он должен быть равномерно распределен. Для чего это нужно, я скажу позже. Ну и также одна из задач – это оценка пределов нормализованных размерностей диаграмм Юнга. Само наличие этих пределов не доказано, но, тем не менее, существует гипотеза, до сих пор неподтвержденная, но численные эксперименты показывают ее справедливость и получены оценки, верхние и нижние оценки, этих пределов. На этом слайде показано содержание доклада. Он будет состоять из двух частей. Вначале, в первой части я дам основные определения, используемые в работе, такие как диаграммы таблицы Юнга, графы Юнга, графа Шура, что такое размерность диаграммы Юнга и какие марковские процессы можно построить на графах Юнга и Шура. А во второй части я расскажу о задачах, которые решались, поиск диаграммы большими размерностями, жадной исследовательности, предел нормализованных размерностей и оценка копереходных вероятностей. Что такое, по поводу копереходных вероятностей, я расскажу позже. Значит, первое базовое определение, что такое двумерная диаграмма Юнга. Диаграмма Юнга – это совокупность вот таких клеток квадратной формы, которые выровнены по левому и нижнему краям, и столбцы образуют невозрастающую последовательность. То есть каждый следующий столбец либо равен по длине предыдущему, либо меньше его. Значит, в принципе, диаграммы Юнга обобщаются на трехмерный случай. Значит, в трехмерном случае, можно сказать, что демерная диаграмма – это конечный бывающий идеал в решетке ZD. Значит, в трехмерном случае, диаграммы Юнга могут быть визуализированы вот таким образом, как представлено в минусе части слайда, то есть в виде таких кубов. Значит, при этом, если взять какой-нибудь срез, такую диаграмму, например, горизонтальный срез, мы получим двумерную диаграмму. То есть, по сути, трехмерная диаграмма Юнга – это последовательность из последовательно вложенных друг в друга двумерных диаграмм. По аналогии можно получить четырехмерную и так далее. Но в данной работе исследуется только двумерный и трехмерный случай. Значит, ну, следующее определение касается двумерных диаграмм Юнга. То есть, они бывают двух видов – это строгие и стандартные диаграммы. Стандартные диаграммы – это то, о чем я уже сказал. Строгие отличаются от них тем, что каждый столбец имеет уникальную высоту. То есть, в строгие диаграмме нет двух столбцов с одинаковой высотой, одинаковое количество клеток. Это просто некоторое подмножество стандартных диаграмм. Значит, стандартные строгие диаграммы имеют связь с теорией представлений. Они параметризуются неприводимыми линейными представлениями и неприводимыми проективными представлениями симметрической группы соответственно. Аналогичная связь с трехмерной диаграммой Юнга на данный момент неизвестна. Следующее определение, то есть я рассказал про диаграмму Юнга, следующее определение это таблицы Юнга. Таблица Юнга, по сути, это диаграмма Юнга, клетки которой заполнены числами от 1 до n. Если у нас есть n клеток, мы заполняем их числами от 1 до n так, чтобы они росли вдоль координатных осей. То есть в двумерном случае, вот слева пример двумерной таблицы Юнга, числа растут вдоль оси x и y, то есть слева направо и снизу вверх, по всех столбцах и по всех строках. Это просто какой-то один пример таблицы. Естественно, такой формы можно придумать много таблиц разных. В трехмерном случае все аналогично, только рост уже осуществляется в направлении трех осей x, y и z. Трехмерную таблицу проще показать в динамике. То есть вот я показываю, как строятся эти кубы трехмерной таблицы. В общем, числа растут вдоль x, y и z. Финальную картинку я решил не показывать, потому что здесь начальные кубы закрыты, поэтому лучше это воспринимается в анимации. Следующее определение это градуированный граф. Вообще говоря, градуированный граф это такой граф, каждая вершина которого принадлежит определенному уровню. Уровни, значит, пронумерованные натуральными числами, значит, и ребра соединяют, каждый ребро соединяет две вершины из соседних уровней. Также уровни известны, вместо уровня можно использовать слово этаж. По аналогии с лифтом мы не можем перейти с пятого уровня на седьмой, то есть с пятого только на шестой или на четвертый. Все переходы осуществляются между соседними уровнями. Для случая диаграмм Юнга их удобно рассматривать в качестве вершин градуированного графа Юнга. То есть граф Юнга это такой градуированный граф, в котором вершина это диаграмма Юнга, а ребра соответствуют, значит, ребра соединяют диаграммы, которые отличаются на одну клетку. При этом, значит, первый уровень графа содержит всего лишь одну диаграмму из одной клетки. Этот уровень называется корнем графа. Но граф, вообще говоря, бесконечный. На этом рисунке показаны, значит, первые шесть его уровней. Первые, да, шесть уровней. Как мы видим, ребра можно интерпретировать как, значит, ребра соответствуют процессу добавления клеток к диаграмме. То есть у нас есть исходная диаграмма из одной клетки. В ней можно добавить клетку справа или сверху. Соответственно, у нее есть два исходящих ребра. Ну и так далее. То есть если у нас есть какая-то диаграмма, у нее есть множество позиций, куда можно добавить клетку. И количество этих клеток равно количеству исходящих ребер. Мой курсор виден? Да. Значит, также можно рассматривать подграф графа Юнга, называемый графом Шура. Этот граф содержит только строгие диаграммы, то есть только диаграммы, которых длины столбцов различные. В принципе, не умаляя общности, я могу сказать, что то, о чем я буду говорить, в основном применимо и к графу Шура, и к графу Юнга. Но я буду говорить о графе Юнга, но в принципе многие эксперименты проводились и на графе Шура. Его достоинство состоит в том, что количество вершин в нем значительно ниже, чем на графе Юнга. Соответственно, есть возможность за одно и то же время провести более массивные эксперименты. То есть спускаясь по этому графу, дойти до диаграмм значительно больших размеров. Значит, я рассказал про диаграммы таблицы Юнга, рассказал про граф Юнга. Теперь на этом слайде показана связь между такими понятиями, как таблица Юнга и путь на графе. То есть на самом деле мы видим, здесь нарисован некоторый путь на графе. Если каждой новой добавляемой клетки мы будем назначать порядковый номер, то в итоге мы сформируем таблицу. Вот такая таблица Юнга. Другой пример, вот такой путь. Опять-таки добавляем клетки, нумеруем, получаем, приходим вот в такую диаграмму, получаем такую таблицу. Если прийти в эту же диаграмму другим путем, мы получим другую таблицу. То есть смысл этой картинки в том, чтобы показать, что таблица Юнга это то же самое, что путь на графе. То есть иногда я буду говорить таблицей Юнга, иногда буду говорить пути на графе Юнга. Это эквивалентное понятие. Путь на графе это таблица. Значит, аналогичный граф можно построить и для трехмерных диаграмм. Он также градуированный, также ребра соединяют диаграммы таким образом, чтобы из одной диаграммы можно было получить другую добавлением одной клетки. Одним цветом выделены диаграммы, принадлежащие одному уровню. Например, желтым цветом выделены все трехмерные диаграммы из 5 кубов. Данный граф растет очень быстро, количество вершин растет экспоненциально. На этом слайде показаны первые 10 уровней трехмерного графа. Также мы видим, что на 40 уровне уже вот такое количество диаграмм. Следующее понятие, которое я веду, это размерность диаграммы Юнга. Размерность диаграммы это количество таблиц. Если мы зафиксируем какую-то диаграмму, то ее размерностью будет количество комбинаций, в которых можно расставить в ней числа, так чтобы они росли по осям. Но аналогично, поскольку таблицы то же самое, что путь, размерность диаграммы это количество путей из корня графа Юнга в данную диаграмму. Здесь важно, здесь легко запутаться в понятиях. То есть, когда я буду говорить размерность, я буду иметь в виду именно вот эту размерность. Потому что до этого я говорил о двумерных и трехмерных диаграммах Юнга. Так вот, размерность это не то. Размерность это количество таблиц. Мы будем рассматривать только двумерные и трехмерные диаграммы, Но у них будут большие размерности. Значит, в двумерном случае размерность диаграммы может быть эффективно вычислена с помощью известной формулы крюков, приведенной ниже. Для этого нужно взять факториал количества клеток в этой диаграмме и поделить на произведение длин крюков. Крюк клетки диаграммы – это следующая вещь. Если у нас нужно посчитать крюк синей клетки, мы должны провести две линии вверх-направо, и все клетки, которые лежат на этих линиях, принадлежат крюку. То есть длина этого крюка равна количеству этих клеток. То есть для синей клетки длина крюка будет равна 7. Здесь выписаны все крюки всех клеток. То есть если мы возьмем факториал из количества клеток этой диаграммы и поделим на произведение этих чисел, мы получим ее размерность. В трехмерном случае такой формулы неизвестны. Поэтому быстро вычислять размерности трехмерных диаграмм Юнга нет эффективного алгоритма. Тем не менее, возможны различные подходы, которые позволяют решать эту проблему. На этом слайде показаны размерности двумерных диаграмм. В начале графа Юнга они получены по формуле крюков. Также их можно вычислять итеративно. То есть очевидно, что вот у этой диаграммы размерность 9, потому что у нее есть два входящих ребра. Здесь размерность 4, размерность 5. То есть по сути размерность это сумма размерности диаграмм, которые соединены ребрами с данной диаграммой. Потому что если в эту диаграмму приходят 4 пути, в эту диаграмму приходят 5 путей, очевидно, что в эту приходят 9 путей. Но таким образом строить размерности крайне затруднительно в силу быстрого роста количества диаграмм. В принципе, на трехмерном графе Юнга я это делал и смог получить все размерности всех диаграмм до 33 этажа. Но дальше уже не хватает оперативной памяти, не хватает вычислительных ресурсов. Значит, вот в силу быстрого роста количества диаграмм и в силу быстрого роста их размерностей, для изучения асимптотических свойств этих размерностей используется нормировка. То есть сами эти размерности нормируются. Здесь переведены две формулы для случая стандартных строгих диаграмм, то есть графа Юнга и графа Шура. Они были предложены в этих статьях. Значит, здесь обратная зависимость. То есть чем больше точная размерность диаграммы, тем меньше ее нормализованная размерность. Теперь я хочу сказать, что на градуированных графах, на любом градуированном графе можно построить марковский процесс, если мы каждому ребру оставим соответствие определенную вероятность. Причем таким образом, чтобы сумма вероятностей, для каждой вершины суммы исходящих вероятностей была равна единице. То есть можно построить много таких процессов. В данной работе рассматривались два таких процесса. Это процесс Ричардсона и процесс Планшереля. Процесс Ричардсона соответствует ситуации, когда все вероятности оказываются одинаковыми. То есть если у нас есть какие-то вершины, из которых исходит 20 ребер, мы назначаем по одной двадцатой. Там стоп, одной сотой. И также процесс Планшереля, который обладает свойством центральности. То есть если мы зафиксируем любые две диаграммы и рассмотрим вероятности путей между ними, то они совпадут. Для любой парадиограмм вероятность любого пути между ними одинакова. Значит, вот процесс Ричардсона может быть изображен следующим образом. Мы назначаем равные вероятности всем подходящим ребрам. Сейчас я покажу одну анимацию, показывающую рост двумерной диаграммы Юнга в процессе Ричардсона. Дело в том, что этот процесс исследовался еще в статье Роста, где речь шла о многочастичной модели ТАСЕП. То есть модель частиц, в которых изначально все частицы расположены в левой части, и затем они начинают перемещаться направо. То есть есть позиции, где они могут находиться, и наоборот позиции, где нет частицы. Они плавно смещаются направо. При этом, как это связано с диаграммами Юнга, если рассмотреть такую диаграмму, мы можем изучать фронт этой диаграммы. Фронт – это как бы внешний абрис, то есть вот эта внешняя ломаная линия. Она состоит из сегментов горизонтальных и вертикальных. Мы можем ее пройти слева направо и сказать, что горизонтальные сегменты соответствуют отсутствию частиц, а вертикальное – наличие. И, значит, если осуществить рост диаграммы Юнга по статистике Ричардсона, это будет выглядеть примерно так. А в нижней части этого видео можно видеть соответствующие каждой диаграмме положения частиц в данной модели. Значит, существовал также важный вопрос, который не был ранее исследован. Это, значит, как растут нормализованные размерности в процессе Ричардсона. Значит, этот пробел был заполнен в настоящей работе. Сейчас я покажу. Вот на этом слайде вы можете видеть график нормализованных размерностей, значит, двумерных диаграмм Юнга до 80 миллионов клеток. На самом деле, это график устаревший. У меня уже есть новые результаты, где миллиард клеток. Ну, в принципе, здесь уже видна, в общем, видна зависимость, виден тренд. То есть, значит, эта функция была аппроксимирована вот такой функцией c плюс а на корень из логарифма на n. Методом наименьших квадратов были получены оценки, значит, оценки для этой функции. Это по поводу процесса Ричардсона. Теперь по поводу процесса Планширеля. Значит, процесс Планширеля, в нем уже, как мы видим, вероятности распределены неравномерно, но ему свойственна свойственная центральность. То есть, если мы возьмем, например, вот такой путь, используя меру Планширеля, мы можем посчитать его вероятность, перемножив переходные вероятности, получится 1,30. И можем взять другой путь в эту же диаграмму, получим другие вероятности, но произведение также будет тем же. То есть, для любой пары диаграмм выполняется свойственная центральность. Значит, как же строятся эти вероятности? Ну, для этого есть формула меры Планширеля, то есть, вероятностная мера задается на графе. То есть, вероятность пути в любую диаграмму равна размерности этой диаграммы, деленной на факториал количество клеток, входящих в эту диаграмму. Поскольку здесь имеет место быть свойства центральности, то вероятность прохождения через диаграмму равна вероятностью прохождения через одного, через вероятность пути в эту диаграмму, умноженной на количество таких путей. Количество путей – это размерность, поэтому здесь возникает квадрат размерности. Ну, также вот здесь переведена формула, по которой строились эти переходные вероятности на предыдущем слайде. Здесь, опять-таки, используются длины крюков. Подробно я не буду на этом останавливаться. Также рассматривалось обобщение этого процесса, двумерного процесса планширеля на трехмерном графе Юнга. То есть, эта формула, по сути, обобщает двумерную формулу, но в данном случае уже не получаются переходные вероятности, получаются веса, сумма их не равна единице. Тем не менее, их можно, можно посчитать сумму весов, поделить каждый вес на сумму, получить некоторые вероятности, то есть, построить некоторый процесс. Этот процесс называется псевдопланширелевский процесс, потому что он не является центральным. Однако, он, по всей видимости, обладает свойством асимптотической центральности, то есть, ростом размера диаграмм. Вероятности путей между парой диаграмм становятся все ближе друг к другу. Последнее определение, которое я дам перед второй частью доклада, это жадные последовательности. То есть, до этого мы говорили о случайных последовательностях, то есть, когда у нас есть вероятности, и мы как-то случайно перемещаемся по графу. Но можно строить также детерминированные последовательности. Для этого мы должны выбирать каждый раз ребро с максимальной вероятностью. Вот здесь показан пример. В принципе, изначально эти жадные последовательности использовались с целью поиска диаграмм с большими размерностями, потому что планшалерская вероятность прямо пропорциональна размерности. Но затем было выяснено, что они представляют собой самостоятельный исследовательский интерес. Теперь я перехожу ко второй части доклада. Здесь я расскажу о некоторых задачах, не обо всех, но я выделил четыре задачи, которые рассматривались в данной работе. В частности, это построение последовательности диаграмм Юнга с большими максимальными размерностями. На каждом уровне графа Юнга существует конечное, но огромное количество диаграмм, перебрать их невозможно. Поэтому необходимы некоторые алгоритмы для поиска диаграмм Юнга с большими, в идеале, максимальными размерностями. Также это изучение свойств жадных последовательностей, исследование гипотезы о том, существует ли предел нормализованных размерностей, вернее, о оценке этого предела. И также оценка переходных вероятностей для марковских процессов, но об этом я расскажу чуть позже. Значит, первое по поводу поиска диаграмм с большими размерностями. Здесь использовались две стратегии, два алгоритма, позволяющие получать такие диаграммы. Значит, первый алгоритм встряски, алгоритм ветвей. Идея алгоритма встряски состоит в том, что если у нас есть какая-то диаграмма лямбда Н, которая состоит из Н-клеток, то мы можем к ней добавить К раз некоторые клетки, обладающие максимальными планшалевскими вероятностями, после этого удалить из нее К других клеток. В итоге мы получим другую диаграмму лямбда Н-штрих, состоящую из того же количества клеток, как исходные, но, возможно, она может обладать большей размерностью, чем исходная. И, в общем, логика этих стратегий состоит в том, что мы храним для каждого размера диаграмму с максимально известной нам размерностью. Если вдруг мы в ходе экспериментов находим какую-то диаграмму, которая размерность больше, мы забываем старую диаграмму и сохраняем новую. Таким образом, мы на каждом шаге храним всегда самые, грубо говоря, лучшие диаграммы для каждого количества клеток. Графически это можно так представить. Вот у нас была исходная диаграмма, мы добавляли к ней клеток. Дальше мы удалили клетки, которые вносят наименьший вклад в ее размерность. И в итоге мы получили другую диаграмму, размерность которой может оказаться больше, может оказаться меньше, в принципе. Но в случае, если она оказывается большим, мы заменяем исходную диаграмму на полученную. Другой алгоритм – это алгоритм ветвей. Его идея в том, что мы рассматриваем не одну жадную последовательность, а серию жадных последовательностей, проходящих через окрестность диаграмм с большими размерностями. Таким образом, мы повышаем свои шансы пройти через какую-то диаграмму с хорошей размерностью. Для этого нам нужно взять исходную диаграмму, изменить ее каким-то образом, то есть получить несколько диаграмм, отличающихся от исходной на S-клеток, например, это параметр алгоритм, по сути, и затем запустить жадные последовательности от всех этих исходных диаграмм. И затем на каждом уровне графа мы будем выбирать диаграммы с максимальными размерностями из того, что получилось. То есть графически можно представить на этом слайде. У нас есть четыре исходных диаграммы, мы добавляем к ним клетки. Они могут иногда сливаться в одну последовательность, в итоге они сольются в этой диаграмме. И, собственно, вот здесь в прямоугольнике у меня показано множество диаграмм одинакового размера. Из каждого такого множества мы выбираем диаграмму с максимальной размерностью и сохраняем ее. В результате применения этих двух алгоритмов с большим количеством разных параметров в течение многих недель на вычислительном кластере была построена последовательность диаграмм Юнга с большими размерностями. На этом графике показаны, как меняются нормализованные размерности в данной последовательности и в исходной жадной последовательности. То есть жадная последовательность здесь отмечена красным цветом, преобразованная синим. Видно, что синий график немножко ниже, но поскольку нормализованная размерность, чем она меньше, тем больше настоящая размерность, то, в общем, это и требуется. Вот эти небольшие зазоры между нормализованными размерностями на самом деле соответствуют огромным отличиям в настоящей размерности. То есть это огромные числа, длинная арифметика. То есть вычисление настоящих размерностей для таких диаграмм невозможно. Также сами по себе жадные последовательности, как я сказал ранее, обладают интересными свойствами, которые были исследованы. В частности, было замечено, что две любые жадные последовательности всегда сливаются в одну через конечное число шагов. Также был исследован первый ряд разностей нормализованных размерностей. И было исследовано распределение кончерельских вероятностей на фронте диаграммы. Вот здесь схематично показано свойство слияния, свойство объединения жадных последовательностей. У нас есть 5, например, диаграмм. Вот мы добавляем к ним клетки жадным образом. В итоге они сливаются в одну. Значит, сейчас я опять покажу анимацию, соответствующую процессу слияния диаграмм. Вот рассмотрим две диаграммы Юнга из тысячи клеток. Значит, нужно просто взять эти две диаграммы и наложить их друг на друга. При этом некоторые клетки, то есть серые клетки будут принадлежать обеим диаграммам. Синие одной диаграмме и красный другой. Затем мы запустим две жадных последовательности от этих диаграмм. И будем смотреть, как изменяется ситуация. То есть рост количества серых клеток, по сути, это рост количества общих клеток между двумя диаграммами. В пределе, когда эти две жадные последовательности сольются в одну, мы получим полностью серую диаграмму. И от нее дальше уже не будет ни синих, ни красных клеток, потому что это уже одна диаграмма. И от нее уже будет одна последовательность. То есть в данном примере эти две жадные последовательности сливаются через 753 шага. Такая же анимация может быть сгенерирована в трехмерном случае. Это уже, правда, псевдопланшерельский процесс. У нас также есть две трехмерных диаграммы. Одна состоит из белых и синих клеток, другая из белых и красных клеток. В общем, этот факт проверялся на очень большом количестве разных диаграмм. В том числе огромных размеров, из миллиона клеток. В том числе диаграмм, форма которых изначально существенно отличается. И во всех случаях всегда эти последовательности сливались. Другое интересное устройство жадных последовательностей состоит в том, что их нормализованные размерности это сильно осцеллирующие функции. Здесь мы видим фрагмент графика нормализованных размерностей. Несмотря на то, что амплитуда здесь небольшая, но осцелляция очень существенная. Также был рассмотрен первый ряд разности этого графика. Он представляет собой примерно такую функцию. То есть здесь вы видите одну функцию. Это не объединение функций. Это одна функция, которая просто распадается на серию дискретных уровней. У этих уровней есть интересные свойства. Я об этом не буду сейчас подробно останавливаться. Это есть в статьях. В принципе, такая картина, она свойственна и для стандартных, и для строгих двумерных диаграмм. Здесь, в этом слайде я показал, что существуют различные нотации изображения диаграмм Юнга. До этого я показывал все слайды, где была нотация французская, так называемая. Также существует русская нотация или координаты Вершика-Керова. Она получается из французской поворотом осей на 45 градусов против часовой стрелки. Такая нотация удобна в том плане, что любую позицию на фронте диаграмм можно представить в виде одного числа, спроецировав эту позицию на ось абсцисс. Значит, соответственно, это как раз было использовано в данном численном эксперименте. Здесь по оси Х отложена позиция на фронте диаграммами в координате Вершика-Керова, а по оси ординат отложены планшалерские вероятности, соответствующие добавлением различных клеток. Вот получилась такая картина. Разными цветами отмечены различные клетки, соответствующие одинаковому отношению координат добавленной клетки, то есть Х к И. Например, две трети – это все клетки, отношение координат которых равно двум третям. Ну, на следующих двух слайдах я также показываю результаты оценок пределов нормализованных размерностей и жадных последовательностей на двумерном графе Юнга и на двумерном графе Шура. Сама гипотеза о наличии таких пределов была поставлена более 30 лет назад в статье Вершика. Строго не доказано, что она не существует, но тем не менее была сделана попытка их оценить. Значит, график нормализованных размерностей изображен черным цветом. Функция, которая его аппоксимирует зеленым цветом – это функция вида А минус Б поделить на корень из Н. То есть методом наименьших квадратов был оценен предел, равный 0,7. Это получается верхняя оценка, нижняя оценка – это одно из последних значений нормализованной размерности. Но аналогичная картина была построена для строгих диаграмм. Здесь предел равен 0,18. Такая оценка. Значит, дальше последняя задача, о которой я хотел сегодня поговорить. Она связана с переходными и по-переходными вероятностями. Что такое переходная вероятность? Я уже давал определение, вот здесь я еще раз его привожу, что если у нас есть исходная диаграмма, к ней можно добавить, вот на этом примере, к этой диаграмме можно добавить клетки в пяти позициях. Соответственно, у нее есть пять исходящих рёбер, можно получить пять различных диаграмм и можно назначить им вероятность. Их сумма будет равна единице. Ко-переходная вероятность – это вероятность того, что мы попали в данную диаграмму из какой-либо другой. То есть вот у этой диаграммы существует три прародителя. То есть вот из этих трех диаграмм можно попасть в эту. Соответственно, мы фиксируем уже не исходную диаграмму, а диаграмму назначения. И смотрим, какие там учатся вероятности. Здесь по 4 и q1 – это разные числа. Значит, для чего нужны ку-переходные вероятности? Значит, как я уже говорил ранее, на трехмерном графе Юнга неизвестен способа… Во-первых, неизвестен центральный процесс, то есть нет аналога процесса Планшереля. Псевдопланшерельский процесс, он все-таки не центральный. И также нет возможности быстро считать размерности диаграмм. То есть обе эти задачи можно решить, если иметь возможность оценивать ку-переходные вероятности на трехмерном графе Юнга. Метод оценки этих ку-переходных вероятностей, используемый в настоящей работе, состоит в том, что в создании генератора случайных таблиц Юнга, трехмерных таблиц Юнга, заданной формы. При этом этот генератор должен быть равномерно распределенным. В этом случае с ростом количества опытов мы будем накапливать статистику прохождения через разные входящие ребра в данную диаграмму, и в пределе эти частоты будут соответствовать ку-переходным вероятностям. Но обязательно генератор должен быть равномерно распределен. Значит, в данной работе для почти такого генератора он был основан на так называемом преобразовании Шутсенберже. Сейчас я дам его определение. Значит, вот рассмотрим такую таблицу Юнга. Слева я буду сохранять исходную таблицу, справа будет преобразованная таблица, для удобства, чтобы можно было сравнить. Значит, преобразование Шутсенберже состоит вот в чем. То есть сначала из исходной таблицы удаляется клетка с номером 1, затем на освободившееся пространство перемещается одна из клеток сверху или справа. При этом выбирается клетка с меньшим номером. В данном случае есть числа 2 и 3, мы перемещаем 2. Дальше 4 и 6 перемещаем 4, 9 и 10 перемещаем 9. И в конце нужно сделать декремент всех значений. Вот в правой таблице получаем новую таблицу. То есть исходная таблица преобразовалась в новую, меньшую на... Мы ее уменьшили на одну клетку. Значит, но на практике использовалась модификация данного алгоритма. То есть, значит, в конце эту удаленную клетку можно добавлять и назначать ей максимальный номер. В этом случае форма исходной таблицы не пострадает. То есть форма будет сохраняться в ходе преобразования. И также вот из полученной таблицы можно будет получить исходную. То есть можно применить обратное преобразование Шутенберже. Таким образом получается биекция между таблицами Юнга. Значит, зелеными клетками отмечен так называемый путшин Шутенберже или нерв. Значит, также к полученной таблице можно также применить преобразование Шутенберже. Мы ее переносим в левую часть и также ее преобразуем, получаем какой-то другой нерв, в итоге получаем другую таблицу, ее также преобразуем и так далее. То есть, в принципе, этот процесс можно повторять многократно, но проблема состоит в том, что, как в любой объекции, такое преобразование разбивается на циклы. Сейчас я еще покажу видео. Ну, в общем, вот так это еще выглядит примерно. В принципе, мы можем это повторять многократно, но таким образом мы не получим все возможные таблицы Юнга такой формы. Мы будем ходить вдоль цикла. Значит, для того, чтобы вырваться из этих циклов и сделать именно адекватный генератор, равномерно распределенный генератор случайных таблиц, применялась так называемая рандомизация. То есть, модификация преобразования шутенберже с рандомизацией. В этом случае, если начало пути таблицы проходило через вот такую вот диаграмму в двумерном случае, диаграмму размерности 2, то с вероятностью 0.5 можно выбирать либо тот путь, который был, либо заменять его на альтернативный путь. То есть, в процессе вот этих преобразований шутенберже можно периодически с некоторой вероятностью менять, переключаться на другую таблицу, сделать такое маленькое изменение в самом начале, просто менять двойку и тройку местами. В этом случае эксперименты показывают, что даже такое небольшое изменение позволяет эффективно генерировать диаграммы из всего возможного диапазона, то есть перемещаться между разными циклами. И частота генерации каждой диаграммы близка к... в общем, распределение получается близкое к равномерному. Все, наверное, за все, что я хотел рассказать, значит, в заключении хочу сказать, что в работе были разработаны алгоритмы, которые позволяют исследовать динамик роста диаграмм Юнга в любых моделях, которые описываются марковскими процессами на градуированных графах, строить последовательности диаграмм Юнга с большими максимальными размерностями, вычислять эти переходные вероятности, применять преобразование Робинсона, Шенсена, Кнута и Штуденберже. Ну, про преобразование РСК я подробно не говорил в силу нехватки времени, но также часть экспериментов проводилась с этим преобразованием над таблицами Юнга. Значит, в результате эти алгоритмы были разработаны, были оформлены в виде программного пакета на языке C++. Значит, с помощью этого пакета проводилось большое количество численных экспериментов, в том числе исследовалась динамика роста диаграмм Юнга в процессе Ричардсона, который моделирует многочастичный процесс ТАСЕП. Были построены диаграммы Юнга с большими максимальными размерностями на двумерном и трехмерном графе Юнга, получены оценки пределов образованных размерностей, получены алгоритмы вычисления переходных вероятностей на трехмерном графе Юнга, и также изучены свойства жадных последовательностей, трехмерных диаграмм Юнга. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Василий. Все слышат, все участвуют. У кого-то есть готовые вопросы, быстрые, короткие или длинные выступления? Кто начнет? Я могу спросить кое-что, да. Меня видно, Леня? Да, да, да. Да, да. Значит, Вась, все-таки мы... Это понятно, это очень хорошая техника и разработано очень много. А все-таки я хотел бы слышать что-то о приложениях, вот о чем было написано. В приложениях, скажем, в терфизике. Вот для чего, например, большой размерности нужны? Допустим, мы умеем любой строить. Что это даст? Ну, насколько я знаю, размерности, в частности, нормализованные размерности, они связаны с энтропией системы. Но вообще говоря, вот именно вопросы физические, они немножко за ромками данной работы находятся. Хотелось бы услышать, да. Ладно. Можно я прокомментирую по крайней мере одну вещь? Да? Да. Дело в том, что вот, когда применяются диаграммы Юнга, они применяются не на пустом месте, а вот, например, в квантовой механике это связано с применением анзаца бета. Анзац бета описывает волновую функцию некоторой системы как сумму, в которой участвуют перестановки. На самом деле, волновая функция будет суперпозицией некоторых других функций по всем перестановкам. Перестановки однозначно соответствуют. Каждая перестановка – это некоторая диаграмма Юнга. Иногда записывают это в виде суммы по разбиениям. Теперь, значит, вот когда, допустим, исследуются уже волновые функции конкретной системы, нужно записать гамильтониан задачи, и, например, для того, чтобы собственные функции вычислять, нужно энергетические уровни определить, нужно диагонализировать эту матрицу гамильтониана. Так вот, этот оператор обычно исследуется в пространстве некоторого представления симметрической группы. Его размерность равна размерности соответствующего представления, то есть соответствующей диаграмме Юнга. Например, вот в XXX цепочке Гизенберга, там, например, возьмем количество этих спинов, допустим, 30, и получим диаграмму прямоугольную 2 на 30, у нее огромная размерность, значит, соответствующее число каталана. Но, значит, диагонализация гамильтониана происходит вот в пространстве такой размерности. И базис этого векторного пространства, в котором действует представление, представляет собой, в общем, таблица Юнга. Без этого, просто без такой техники, такие вычисления производить невозможно. Ну, хорошо, понятно. Спасибо. Алло, простите. Владимир Петрович. Да. Это был какой-то ответ. Может быть, не настолько красивый приложение, как в интернет-технике, но, в принципе, приложения возможны. И они действительно остались за бортом этого доклада, потому что я изначально сказал, постарайтесь рассказать то, что считаете необходимо. Вопрос очень полезный и для Василия, и для Николая Николаевича. Но, ведь, ничего страшного в том, что моментально ответ не получен. Нет, конечно, конечно, понятно. Еще какие-то вопросы? Ну, еще я задам один вопрос. Нет, все-таки... Как можно больше. Владимир Петрович, чем больше вопросов на предыдущие, тем лучше. Надо всем сказать. Вот как все-таки, вот, допустим, понятие случайной диаграммы Юнга есть, разработано, да? Да. Ну, случайно, оно может быть получено разными процессами, то есть... Да, но... Хорошо. Ну, вот разные понятия есть случайности, да? В этом смысле. Или алгоритмы разные построения случайных диаграммов. Ну, можно задать разные вероятностные меры на графе, соответственно, они будут... Ну, можно получать разные случайные диаграммы с разными свойствами. У них будут разные предельные формы, например, разные геометрические свойства. То есть, здесь можно получать разные случайные диаграммы. Ну, понятно, понятно. Ну, критерии есть. Если диаграмма задана, то есть, критерии, например, все-таки какие-то... Вот случайные диаграммы какими-то свойствами выделяются, какими-то соотношениями между, например, столбцами и строками. Как это выглядит? Или они любые могут быть по структуре случайно? Нет, ну, это как всегда. Теоретически, конечно, они могут оказаться любыми, но по закону больших чисел, конечно, в этих процессах они сходятся к определенным значениям. То есть, я здесь просто не мог показать всех своих результатов. Ну, например, в трехмерном, двумерном случае я изучал количество угловых клеток в диаграмме. Вот как они меняются с ростом. То есть, там есть некоторая симптотика, они растут как корень из n, умножены на некоторую константу, эта константа была оценена. Также есть такое понятие, например, как поперечник диаграммы. То есть, мы рассматриваем такую бисектрису с равными координатами, скажем, x равно y, или в трехмерном случае x равно y равно z, и смотрим, сколько кубов лежат в пределах диаграммы, принадлежащих этой бисектрисе. Значит, тоже длина этого поперечника, она тоже меняется. Даже вот в трехмерном случае была получена константа, которая похожа даже на какую-то функцию от пи, то есть, что-то типа там 3 пи пополам или что-то такое, я уже не помню, но, в общем, это у меня в статье есть. По поводу соотношений еще что могу сказать. Например, в строгих диаграммах изучалась последовательность максимальных строгих диаграмм. Ну, вернее, не максимальных, а, скажем так, с большими размерностями. И было найдено интересное свойство, что если посмотреть на хвост, такой диаграмм, хвостом мы называем вот правую часть, скажем, столбцы, которые в правой части. И если мы посмотрим на разницу высот соседних столбцов, то там таких диаграмм, строгих диаграмм с максимальными размерностями всегда есть длинный хвост из разности размера 2, ровно 2. Вот такая характерная черта их диаграмм. Ну, вот это то, что я так сходу могу привести к примеру. Но, наверное, если подумать, можно и другие геометрические свойства выделить. Хорошо. А, значит, еще вопрос не о другой. А вот кто-нибудь еще в мире занимается подобной деятельностью? Да, занимаются. В частности, вот есть польский математик Петр Сняды. Кстати, его доклад будет на семинаре Увершика сегодня в 5 часов вечера. В принципе, он даже прочитал нашу совместную с Николаем Николаевичем статью и написал нам. Мы с ним сейчас переписку ведем. Возможно, будет какое-то взаимодействие. Также есть, я знаю, в Мадрасе группа индийских физиков. Они все называют физиками, но я посмотрел их работу. Их смело можно называть математиками, причем, наверное, высокого класса, которые, в общем, исследуют четырехмерные диаграммы. Про четырехмерные диаграммы я здесь ничего не говорил, но мои студенты уже там кое-что кодируют на эту тему. Так что, в общем, есть люди, которые этим занимаются, интересуются. Поэтому тема востребована. Я действительно не назвал Анатолия Моисеевича, потому что от него, собственно, вся мотивация работы идет от Анатолия Моисеевича. Да, понятно, понятно. Хорошо, Валерий, других вопросов. Владимир Петрович, можно я в добавку к твоему вопросу еще один добавлю? Замечание мелкое, а потом ты продолжишь, хорошо? Да. Василий, на защите диссертации добрая половина членов Совета, специалисты по прикладной теории вероятности, они могут задать такой вопрос. Что такое случайные величины, мы знаем. Что такое случайные процессы, мы знаем. Что такое случайные графы? Есть ли какой-то аксиоматические проверенные критерии случайности, средства случайности и тому подобных вещей? Просто здесь не, случайные графы здесь не рассматривали, здесь графы вполне определенные. Были случайные процессы на графах. Ага, случайные процессы на графах. Хорошо. Так, Владимир Петрович, продолжай, пожалуйста. Хорошо, а какая все-таки, если можно сказать, оценки сложности вычислений? Если существуют такие? Смотря каких сейчас. По строению заданными параметрами графа с наибольшей размерностью. 80 заданных размеров потенциально. То есть число, например, клеток или что-то такое. Нет, я понял вопрос, но теоретически я особо это не исследовал. Дело в том, что, например, когда я искал диаграммы с большими размерностями, там проблема вот этих алгоритмов, стряски и ветвей, которые я рассматривал, в том, что они, там есть элемент случайности. То есть, например, когда мы используем алгоритм ветвей, мы строим некоторое количество диаграмм, отличающихся от исходной. То есть они выбираются случайным образом. И каждый раз результат может получиться немножко разный. То есть здесь, скажем, такого как-то нет. Вот, например, да, два алгоритма, стряски и ветвей, по сложности, как они выглядят в теории, так сказать. Какой из них будет быстрее работать, давать результат необходимый, чем один и другой. Или они в зависимости от задачи. Я понял. Ну, здесь зависит от параметра выбранного, конечно. Но, наверное, можно на эту тему подумать и какое-то соотношение в зависимости от параметров выписать. В общем, я этим не занимался. Хорошо. Ну, я думаю, я удовлетворен. То есть уже достаточно. Спасибо. Спасибо, Владимир Петрович. Еще кто-то хочет спросить? Выспомнили. Можно? Эй, Натальчик. Да, да. У меня вопросы по слайдам. Если можно, вернуйте к 25-му слайду, чтобы было просто чуть-чуть проще. Вот тут появилась некая формула для оппоксимации. Вот тут красная кривая. Она откуда-то выводилась? Есть какие-то соображения, почему она такая? Или просто, ну, что называется, угадали? Это просто угадали, да. Ничего, никаких соображений нет. Чисто, ну, на 80-ти миллионах она, в общем, хорошо аппроксимирует. Хотя, конечно, здесь проблема в том, что синяя кривая – это всего лишь один путь на графе. То есть по-хорошему здесь, конечно, нужно проводить более тяжелые эксперименты, построить, скажем, там, ну, хотя бы 200 таких путей длины 80 миллионов. Но это потребует большого времени, тогда эта оценка будет более точной. И также мы лучше сможем понять, насколько адекватно эта функция оппоксимирует именно функцию нормативной размерности. Если получится, такой вопрос. А не пытались пропустить вот эти вот синие данные через какую-нибудь, ну, я не знаю, в этой вере имеется масса всяких инструментов для анализа статистических данных? Нет, я не пытался. На самом деле в планах это есть. Например, есть, по-моему, Эврика такой софт. Есть всякие онлайн софты, да. Наверное, это надо попробовать сделать. Ну, правда, они обычно требуют все-таки задавать какой-то, ну, примерный вид функции. В общем, попробовать можно, да. Может быть, это даже будет разумно описывать не какую-то элементарную функцию, а может быть, какой-то процесс увидеть в этом? Физический процесс, связанный с этой функцией, вы имеете в виду? Скорее, случайно, есть в целой библиотеке всяких случайных процессов, которые позволяют идентифицировать по реализации. Что бы это могло быть? Какие бы каналистики это развлекают? Чтобы пытаться что-то рассказать. Ну, я понял. Спасибо за комментарий. Ну, в общем, я этим не занимался. То есть, по сути, у меня эксперименты... В основном я ограничивался своими программами на C++. Ну, в общем, действительно, такую проверку тоже можно было бы сделать. Хорошо. Если поводите, еще один вопрос. Теперь на 26-й, следующий слайд, если можно. Когда вы рассказывали вокруг 26-го слайда и следующего, я ощутил, что мне не хватает... Некое утверждение о том, что процесс полу Шереля существует, и о том, что он единственный. Она вообще существует? Такая теорема. Дело в том, что центральных процессов много на графе Юнга, но вершкам было доказано, что такой центральный процесс, в котором, скажем, ширина и высота диаграмму растут равномерно, он единственный, при этом чтобы он был центральным. Это процесс полу Шереля. То есть, вот можно привести другой пример. То есть, не равномерно, а медленный. Да, я оговорился. Медленный рост по осям. То есть, например, если рассмотреть просто добавление клеток справа все время, вот эту левую ветвь графа, то такой процесс тоже будет, вообще говоря, центральный, но он будет вырожденный. Потому что, например, вот в эту диаграмму существует всего лишь один путь. Естественно, его вероятность будет единиться. То есть, получается, вероятности всех путей одинаковые. Грубо говоря, ну, то есть, это вообще, говоря, центральность, но такой процесс не представляет никакого интереса. Существует очень глубокая теорема об описании всех центральных процессов. Они просто связаны с описанием всех характеров симметрической группы. Вот и все. Хорошо. Я не знаю, что в полной мере понял ваш ответ, но... Так, дальше. Значит, на сайте номер 37 я услышал слово про большие числа. Мне стало интересно, о чем, собственно говоря, речь. Ну, смотрите, на этом графике показаны нормализованные размерности, а, собственно, настоящие размерности диаграмм, то есть, вот, например, взять какую-нибудь диаграмму из 7 тысяч клеток, вот, здесь вот, 7 тысяч клеток. Реальная размерность – это огромное число, там, не знаю, 10, там, миллиард-миллиард-миллиардной степени, я не знаю, может быть, больше. То есть, реальные размерности не представляют возможности... Нет возможности исследовать реальные, настоящие, точные размерности диаграмм. Это огромные числа. Но разности, вот такие маленькие разности в нормализованных размерностях соответствуют огромным разностям настоящих. Ну, это вытекает, я не знаю, я могу показать, вот, где формула была нормализованной размерности, сейчас я найду. Вот. Это вытекает из-за логарифма, который здесь находится, то есть, мы берем логарифм, получаем нормализованную размерность, то есть, это будет экспонент, который еще передезен, в общем, это огромные числа получат. Василий, если я правильно понял, лучше к выступлению на гостике подготовить запасной ответ на возможный ответственный вопрос. Ольга, вы... Хорошо? Я очень плохо слышу, извините, можете еще раз повторить, пожалуйста. На защите такой вопрос может появиться. Я бы рекомендовал подготовить более отточенный ответ. Я понял. Хорошо. Если позволите, еще один такой, я думаю, совсем легкий вопрос, но тем не менее. Вы в ваших компьютерных экспериментах, когда используете вероятности, вы работаете с плавающей запятой или вы все время работаете с рациональными числами? Нет, я использую с плавающей запятой, да, на болт. С рациональными числами здесь не очень эффективно, просто не получится делать тяжелые эксперименты, если именно сохранить это как рациональные числа. А как-то ошибку округления пытались оценить, которая из-за этого происходит? Я не пытался, потому что, в принципе, такой цели здесь нет, потому что то, что я рассматриваю, это в любом случае здесь всегда есть случайность, здесь нет ничего точного, здесь нет цели получить прям вот конкретное точное значение рационального числа. То есть даже если мы зададим вероятность идеально, как рациональные числа, но что-то то изменится, все равно будут случайные пути, на графе. Это не та задача, где это требуется. Честно, навскидку, есть такое опасение. Вот когда делается ошибка округления, иногда в задачах появляются рудные асинтеты. Вот вероятности, друг на друга передажаете, судя по всему, вкладываете их, там все остальное с ними делаете, не может убедить вас. Ваша жадная последовательность куда-нибудь в сторону. Да, я понял вопрос. На самом деле, ну вот, по крайней мере, для миллиона, я не оценивал строго эту погрешность, тем не менее, навскидку я такую проверку делал. То есть я считал двумя способами нормализованную размерность, вот для большой диаграммы, но и отличие было там, ну в каком-то, не знаю, восьмом-девятом знаках. То есть, в принципе, на практике, для тех экспериментов, которыми я занимался, это не критично. Очень хороший ответ. Спасибо. Еще и честнее признаться, что когда была демонстрация номер один, о каких частицах идет речь, я совсем не понял. Не могли бы это пояснить? Сейчас, значит, вот смотрите, значит, у нас есть фронт диаграммы, вот эта кривая. Значит, сверху мы видим, у нас есть две горизонтальных составляющих. Это обозначает, что в начале у нас будет две пустых позиции. За ними следует семь вертикальных, это будет семь частиц. Затем опять две горизонтальных, это два пустых места и так далее. Ага, понял. Понял, все, спасибо. И последнее, наверное, скорее даже замечание. Вы нигде не говорите, на каком компьютере вы производили вычисление. Соответственно, довольно сложно понять, когда вы говорите, что до этого числа дошли, а до другого не дошли. Насколько это, скажем так, предел наших возможностей. Так что вы заканчиваете, сколько у него было памяти? Я понял. Ну, на самом деле вычисления производились как минимум в трех местах. Это, во-первых, домашний компьютер, во-вторых, вычислительный сервер в университете. Там есть 24 ядра и 128 гигабайт оперативной памяти. И также они считались на вычислительном кластере, где есть 44 ядра, оперативной памяти меньше. Но здесь, как бы сказать, в сети эксперименты, то есть результат экспериментов, посчитанных в одном месте, он уже являлся, использовался как входное данное для того, чтобы считать еще в каком-то месте. То есть здесь сложно... Полученный результат – это некоторая компиляция вычислений, сделанных на разных машинах. Но, в принципе, я могу в будущем привести тогда какую-то информацию по железу, по количеству ядер, если это требуется. Я думаю, что было бы интересно еще и во что убирались ваши эксперименты. То есть, грубо говоря, что память кончалась или, грубо говоря, два дня считали и вас попросили. Да, два дня считали и попросили. На самом деле память здесь практически нигде не кончалась. Память у меня кончалась, на самом деле, только в случае, когда я занимался перебором. Например, у меня были эксперименты, где я перебирал просто начало графа двумерного, трехмерного. То есть я составлял файл, в котором у меня перечислялись все диаграммы Юнга, скажем, до катого этажа со всеми их размерностями. В этом случае мне нужно было хранить все диаграммы Юнга на определенном уровне, и в итоге память вылетала. То есть там даже, кстати, в этих экспериментах не требовалось распараллеливать вычисления, потому что это бы ничего не дало. То есть, грубо говоря, если у меня за 6 часов вылетает 28 гигабайт оперативной памяти, то какой смысл мне распараллеливать? То есть, может, за 6 часов будет 2 часа. Ну, то есть, так. А в остальных случаях в оперативную память я не упирался. В остальных случаях это было просто время от вычисления. Понятно, спасибо. Спасибо. Еще у кого есть вопросы? Алло. Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Валентинович, ничего не хотите? Нет, я лучше ничего не буду спрашивать, чтобы не омрачать торжественность момента. Ну, тогда напишешь эти замечания для меня лично, хорошо? Хорошо, да. Мы обсудим. Если можно, Василий, покажи, пожалуйста, результаты или как там называется, перед благодарностью. Последний слайд. Вот, заключение это называется. Как раз-таки второй слайд меня интересует больше. Вот, смотри, эти слайды ты собираешься на защите предъявлять? Ну, я вообще еще не думал. На защите явно должно быть значительно меньшее количество слайдов и меньше слов. Про этот конкретный слайд. Ну, я не задумывался пока, что будет на защите. Хорошо, тогда давай задумаемся. Смотри, здесь приведены какие-то результаты, да, в том числе следующие результаты. Исследована динамика, построены диаграммы, получены нижние и верхние оценки, разработан алгоритм, изучены свойства. Я сейчас скажу, что исследованы, построены и изучены, вообще говоря, результатом, строго говоря, не могут признаваться. Должны быть изменены формулировки. Получена нижняя и верхняя оценка – хорошо. Разработан алгоритм – хорошо. Ты услышал, что я сказал? Я понял. А примерно какие формулировки более адекватные? Разработан алгоритм – это процесс к этому результату. Первую формулировку, Вася, можно заменить на полученную, в результате компьютерную сирену, получена асимптотика, размерность. Подсказано написать, но смысл в том, что процесс – это, ну, может формально не признаваться результатом. Результаты должны быть гвозди какие-то. Получена конкретная асимптотика здесь. Построена диаграмма, доказаны, получены оценки, верхние и нижние оценки для размерности. А есть, вот она есть уже такой пункт. Да, да, да. Алгоритм. Вот, да, изучено свойство, тоже, но свойство показано, что там в компьютерной… Показано свойствия не… Указал, чего бы надо было поправить. Спасибо большое, это обязательно будет сделано. Доклад сегодня был очень хороший, содержательный и посвящен, я бы сказал, описанию тех экспериментов на компьютере, которые проводил Василий, и рассказу о том, какие инструменты он разрабатывает для того, чтобы провести эти эксперименты. И вот в рассказе тоже не прозвучало последнего такта каденции. То есть в результате всего этого получено кто-то. Это на будущее просто. И когда будет доклад на защите, то, конечно же, там структура должна быть другая, и ты это знаешь. Если не знаешь, мы об этом поговорим, там должны быть и актуальности, еще что-то. Ну, в общем, там должна быть другая структура, ты это понимаешь, да? Ну, наверное, как-то что-то из автореферата нужно будет тоже включить. Николай Николаевич подскажет, Михаил Дмитриевич подскажет. Вот, пожалуй, Михаил Дмитриевич больше других подскажет. Вот, в принципе, я свое закончил обсуждение этого доклада. Хороший доклад – большое спасибо. Хорошая работа – большое спасибо. Чтобы упаковать окончательно, выступление итоговое на защите должно немножко отличаться, и мы все это понимаем. И ты, Василий, в том числе. Это разные были цели. Да, спасибо большое, Амзек. Если все, Николай Николаевич говорил, что, в принципе, может быть изменено название. Да, то есть, в названии предыдущего как раз включалась там некоторая физика, которая, в общем, лежит в стороне от центральной линии диссертации. Поэтому вот предлагается в качестве нового эффективные компьютерные методы исследования моделей, основанных на диаграммах и таблицах Юнга. Либо второй вариант – эффективные методы исследования диаграмм и таблиц Юнга в математическом моделировании. Для того, чтобы в названии не фигурировало там… Сейчас покажи, Вася, предыдущую. Вот название доклада. Название сегодняшнего доклада. Моделей в квантовой механике. Про квантовую механику говорилось очень мало. Там в тексте диссертации есть про модели Гейзенберга, с чем это связано, с какими вычислениями сделать. Вот это центральная… Ну, это для этого… Да, да, да. Здесь лучше, чтобы название больше соответствовало содержанию диссертации. Дмитрий Сергеевич, что скажешь? Нет, такое название на кандидатскую вполне идет, когда человек заявляет, что он сделал все, что только можно в мире, а на самом деле не сделал ничего. Такое название вполне может идти. Так что, если вам не нравится название с квантовой механикой, но ее все равно вам придется упоминать в начале презентации. В тексте диссертации там все это описано. Да, в тексте диссертации я видел. И она должна быть в начале тоже идти, то есть в начале презентации должна быть упоминаться задача, модель, которая, собственно, рассматривается. Но если вы хотите, у вас прямо очень неприязнь большая квантовая теория поля, что вы даже кушать не можете, вы можете дать абстрактное название. Принципиально для кандидатской это вполне разрешается, это никого не будет шокировать. Здесь это просто такое предложение, причем, которое возникло сегодня утром в разговоре с Леонидом Анатольевичем. Значит, давайте мы это обсудим просто. Да, конечно. Это старое, да, в узком кругу просто. То есть можно оставить и старое, но, естественно, тогда придется какую-то физику. Физику в любом случае надо будет в начале презентации представлять. Хорошо. Один-два слайда по физике, это, ну, стопроцентно нужно? Да, хорошо. На этих слайдах нужно написать, написать модели будет, да? То есть, соответственно, нарисовать картинку модели, рассказать о ней, пару слов сказать, написать имена, с которыми связаны эти модели. Все. Больше от вас никто ничего не требует. Вам нужно показать, что вы занимаетесь мат-моделированием, а не математикой. Понятно, хорошо, спасибо большое. Да, я даже могу сказать просто, что здесь будет. Здесь будут модели Гизенберга основные и будет математическая модель, которая с ней связана. То есть вот прямо приведен оператор Кокстер-Лапласа, который является просто оператором Гамильтониана и задача на вычисление собственных значений. Это замечательно, Николай. Если можно, я все-таки скажу, а перед ними обязательно объектом моделирования является тот. Однопросто. Это буквально воспринимано в диссертации и в автореференции. Да, презентации тоже должно быть. Презентации, да. Хорошо. Все. Этот вопрос мы обсудили и действительно все рихтовки, все шлифовки можно делать в дальнейшем в таком оперативном режиме. Михаил Дмитриевич, Дмитрий Сергеевич, ко мне можно очень редко обращаться. У меня Дмитрий Сергеевич, как вы считаете, лучше оставить исходно сегодняшнюю квантовую механику прямо в заголовок диссертации? Это очень компактное название, вполне хорошее. Я не уверен, что квантовая физика тут обязательно, раз вы не упоминаете про статфизику. Извини, Дмитрий Сергеевич, там где-то сказано вскользь, что считаются статсумы и нужны асимптотики. Если эту фразу в презентацию вставить, это тоже будет хорошо. Хорошо. Николай Михайлович, Дмитрий Сергеевич сейчас продолжит. Я сейчас скажу ту мысль, которая при первом разговоре мне в голову не пришла, а сейчас она, пожалуй, была бы для меня решающей. Лучше бы не трогать, тогда не напортачим в соответствии одних документов другим документам. Документы там легко все делаются. Нет, Николай Николаевич. Хорошо, да, я понял. Такой вариант, конечно. А тебе, чтобы ты был спокойен, можешь совершенно спокойно говорить. На семинарах Вершика, который занимался вот этими диаграммами, асимптотиками и прочее, время от времени приходят физики, и они сказали, а вот есть замечательная задача в физике, которую было бы неплохо решать с помощью вашей методики. И мне действительно понравилось, что вот есть такая задача. Я этой задачи не знаю, совершенно откровенно можно сказать. Однако присутствовавшие там люди говорили, что это как раз та задача, для которой это нужно. Я думаю, что вот такой текст не надо озвучивать. Тем более, что поселить, на самом деле, променьшать свою осведомленность в этих моделях, все на самом деле здесь в порядке. Это не твоя работа заниматься физикой. Ты ссылаешься на нее. Такая задача есть. И все. Дмитрий Сергеевич, я прервал тебя, извините. Нет, все правильно, все верно. Я просто думаю, как более компактно сделать. Квантовая механика, если мы возьмем статистическую интерпретацию квантовой механики, она эквивалентна стать физики. Мы не будем в таких глубинных наредах. Дмитрий Сергеевич, ты говоришь в интерпретацию квантовой механики? Нет, нет. В общем, нет, название не нужно менять, оно хорошее. Никого не раздражает, никого не нервирует. Хорошее, хорошее. Владимир Петрович, твое мнение? Вот у меня мнение, название очень хорошее. Но надо и действительно сказать, надо и одну, два, один-два слайда. Это я уже говорю о про защите. Сказать, вот именно в каких задачах квантовой механики и статфизики эта методика работает. И принципиально. Вот Николай Николаевич сказал такую задачу. Диагонализация Гамильтониана, например. Да, а он вытекает из... Это фундаментальная вещь. Тогда вычислить собственные уровни энергии, очень легко делать диагональными Гамильтонианами. Только там матрицы размера максимум, которые мы там еще с одним моим бывшим учеником считали, порядка 12 миллионов на 12 миллионов. Огромная, конечно, огромная. Можно сказать, что... Питаться за кадром. Размерно. Размерно. Вау. Нет, сказать надо обязательно, да. Скажем, скажем, тем более, что это производит впечатление, такие вычисления. Ну, конечно, конечно. А название вот это оставить вполне-вполне. Если будет сказано то, о чем мы говорим, то тогда это вполне. Если у докладчика и его руководителя других вопросов нету, то тогда мы можем и закругляться с этим мероприятием. Ну, у меня есть разве что вопрос по поводу документов, но я думаю, что это нужно уже лично будет обсуждать. Мы берем советы, естественно, и с председателем. Да, нам. Это не сейчас. Что, закругляемся? Да, наверное, да. Да, ну, всем-всем спасибо за пожелания, до следующей встречи, да. Очень приятно слышать ваши голоса. Спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Дмитрий Сергеевич. Да. А почему я под ником СА, а не СД и не СС? Это какая-то ерунда в настройках.